Здравствуйте! Здравствуйте! Это ЕТВ. Программа о людях и делах компании «Газпромдобыча Ямбург» в студии Константин Портных. И сегодня в выпуске смотрите. Волейбольный бум завершился групповой этап благотворительного турнира. С маской по жизни в Ямбурге определили лучшего электрогазосварщика. Статус инженер. Очерк о победителе всероссийского конкурса. В Янау стартовал юбилейный пятый арктический благотворительный турнир по волейболу Кубок губернатора Ямала. Игры проходят в разных городах округа. В Новом Уренгое в нем участвует сборная руководителей «Газпромдобыча Ямбург». В нашей группе пять команд, соответственно, у каждой из них по четыре игры. В полуфинал выходит только победитель. Но это такой особенный турнир, когда действительно главное – участие. На все матчи пришли болельщики и наша съемочная группа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера сборная «Газпромдобыча Ямбург» превзошла учителям. Так называется команда Новоренгойской средней школы номер четыре. Сегодня соперник из нашей газовой отрасли «Севернефтегазпром». Вчера они тоже победили. Игры нашей команды начинались в полдевятого вечера. Многие съездили домой и переоделись. Кто-то, возможно, пришел с работы. Как бы там ни было, вовремя успели все – и игроки, и болельщики, и генеральные директора компаний. Результативные атаки накатывались то на одну, то на другую половину площадки. Первая партия выдалась крайне упорной. До последних розыгрышей было непонятно, кому же улыбнется спортивная фортуна. После ошибки на подаче при счете 24-22 стало ясно, что нам. На благотворительных турнирах атмосфера дружбы – это величина постоянная. Вне площадки руководители вполне могут пересекаться на профильных совещаниях или обучении, поэтому непременная спортивная вежливость по умолчанию. Встречаются команды из разных предприятий одного города, но из разных муниципалитетов. И это очень интересно. Ну и самое главное, что по результатам мы все-таки помогаем нашим детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вторая партия стартовала с рывка Севернефтегазпрома. Отрыв достигал четырех мячей. После встряски в начале наши сумели собрать волю в кулак и ладони. Пошел прием, пас и атака. В итоге задача догнать и перегнать стала реальностью 25-16. Команда аплодирует зрителям, ожидая увидеть их следующим игровым днем, вернее вечером, на матче с Урингой-Дорстроем. Как бы ни закончилась эта игра, она последняя на групповой стадии. Но в спортивно-оздоровительном комплексе «Газпром-добыча Ямбург». Следующий матч решающий пройдет во дворце спорта «Звездный». И для того, чтобы он стал решающим, сегодня надо выигрывать. Новая форма у «Газпром-добыча Ямбург». Но примерить ее суждено не всем игрокам, которые выступали за сборную руководителей на предыдущих турнирах. На данный момент есть травма. Получил в играх нашей команды, участвуя в любительской волейбольной лиге города Новый Урингой, которая сейчас, к сожалению, не действует в связи с ситуацией пандемии. Но пока восстанавливаюсь. Надеюсь, может, к следующему году будем на площадке. Первая партия проходила под диктовку газодобытчиков. Однако ближе к ее завершению дорожники выправили ситуацию и даже смогли эту самую партию выиграть 25-23. Наступило время концентрации на задаче, и команда «Газпром-добыча Ямбург» показала, что она команда. Поймав игровой ритм, с него уже не сходили две следующих партии. 25-8, 15-1 и... За счетом 2-1 победу одержала команда «Газпром-добыча Ямбург». Теоретически проигранная партия может повлиять на определение победителя группы. Возможна ситуация, когда будет оцениваться результат по количеству партий проигранных или выигранных. Но это такой случай достаточно редкий. Это пятый благотворительный турнир, а есть те, кто помнит его основоположников и идеологов. Дмитрий Николаевич Кобылкин и Наталья Александровна Рябченко. И важно, что сегодня наш губернатор Дмитрий Андреевич продолжает эту славную добрую традицию. В данном турнире нет победителей, проигравших. В любом случае выиграют детки, которые сегодня нуждаются в нашей душевной поддержке и финансовой, конечно. Поддержать коллег во дворец спорта «Звездный» пришли генеральный директор компании в компании с заместителями по направлениям. Последний матч наших с «Ачим Газом». Домашняя площадка волейбольного клуба «Факел» вдохновила команды на то, чтобы показать свои лучшие комбинации, блоки и спасения. Домашняя площадка волейбольного клуба «Факел» Две победных партии и одно первое место в группе. Теперь наша сборная сыграет с многократным победителем этого турнира командой «Газпром Добыча Уренгой». Все четыре игры интересные, была борьба, мы постарались задействовать как можно больше игроков. Все поиграли, получили удовольствие. Двигаемся дальше. Из нашей группы в полуфинал выходит одна команда, а фонду «Яминэ» помогут все. Так работает принцип добра и спорта, где действительно главное – участие. Потому что только вместе сможем. Ямур! Если верить певцу Игорю Николаеву, то у любого события есть пять причин. Попробуем их найти у волейбольного турнира «Кубок губернатора Ямала». Первая причина – благотворительность. Вторая – спортивное соревнование. Третья – неформальное общение с коллегами. Четвертая причина – здоровый образ жизни. Может, есть и пятая причина. А давайте узнаем. Поддержка благотворительного фонда «Яминэ». Потому что спорт – это хорошо и правильно. Для нашей команды это давняя традиция. Популяризация волейбола. Вы почему решили поучаствовать в этом турнире? Помочь детям заняться благотворительностью. Потому что волейбол – это одна из составляющих моей жизни. Мне просто нравится играть. Мы не могли не поучаствовать в благотворительном турнире. Помочь детям. Пятая причина – чтобы о возможности помочь тем, кто действительно в этом нуждается, узнали как можно больше людей. Над этой миссией работали Константин Портных, Владимир Рассихин, Аршавир Сарксян, Новый Рингой. К новостям из Ямбурга. Там определили лучшего электрогазосварщика. Участникам устроили два испытания – теоретическое и практикум. За искрометной борьбой следила Неля Хайрудинова и ее верный оператор Денис Каурдаков. Конкурсы профессионального мастерства в «Газпромдобыче Ямбург» проводятся регулярно. Лучших в своем деле определяют по ключевым на предприятии специальностям. Сварщик – одна из них. Железо имеет свойство ломаться. Есть такой момент, что нужно что-то модернизировать, что-то ремонтировать, какое-то новое оборудование смонтировать. Так что тут на каждом филиале есть такие моменты, что без сварщика никуда. Пять подразделений компании делегировали на конкурс своих профессионалов. По одному – от газопромыслового и нефти, газодобывающего управления, ЕРЭО и УМТС-ИК. Три электросварщика защищали честь управления аварийно-восстановительных работ. Спасибо руководителям. Подтолкнули, я согласился. Я очень рад, ей спасибо и благодарение. Первый раз в конкурсе. Интересно было посмотреть, как все это происходит. Посмотреть, да и свои силы узнать, на что вообще способен. Зрители и болельщиков посмотреть на яркое зрелище по понятным причинам, и это не пандемия, не пригласили. С осторожностью наблюдали за участниками лишь члены конкурсной комиссии. Наша задача – провести контроль сварки участников соревнований. Мы отслеживали полностью операцию от начала и до конца сварки. Также охрану труда, которую сварщики должны были соблюдать при сварке. Все эти нарушения потом в конце будут подсчитываться и сниматься баллы. Практический этап состоял из двух заданий. Конкурсантам нужно было сварить катушки диаметром 530 и 159 миллиметров. Для опытных сварщиков разница в сложности небольшая. Куда непривычнее была обстановка, в которой пришлось работать. Наверное, на морозе, скажем так, легче. Просто все равно, как это немножко то, что подконтрольное все, люди наблюдают, стоят. Ну, хотя, в принципе, какая разница, что там тоже так же ответственно варишь. Все как бы торопились, чтобы успеть вовремя сварить, потому что давалось определенное время, и за это определенное время надо было вложиться. Давайте так, философски отвечу. Это, так сказать, искра горячая, смысл нашего жизни. Поэтому ничего сложного, ничего необычного. Как обычная работа происходит каждый день. На каждую катушку нанесено клеймо – порядковый номер, который сварщики получили при жеребьевке. Но оно скорее для членов комиссии. Участники и так легко определят свою работу. Каждый знает наизусть свою облицовку. Это как почерк у каждого человека индивидуальный, так и здесь. Насколько каллиграфический у конкурсантов почерк покажет визуальный и измерительный контроль. Наличие или отсутствие внутренних дефектов сварных швов специалисты службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ определят с помощью радиографического метода контроля. То есть вот этой пленкой мы обматываем сварное соединение. Вокруг сейчас на стык 530-го диаметра нас ведет 5 пленок. Накладывается вот так вот вокруг. Сюда устанавливается источник, который начинает спускать свое излучение. Дефекты, которые находятся на сварном соединении, отображаются вот здесь. Позже конкурсная комиссия обратилась к этим снимкам, чтобы вынести окончательный вердикт. Но прежде устроил участникам еще один экзамен по сварочному производству – теоретический. Теоретическая часть, наверное, я считаю легче. Тут уже умственная работа, а не физическая, как на практике. То есть вопросы все уже нам знакомые. Это по нашей специфике они все. Конкурс профмастерства – это не только про себя, показать на других, посмотреть. Это еще и про совершенствование профессионального уровня работников компании. Участники в любом случае к ним готовятся. Штудируют специальную литературу, консультируются со старшими коллегами и руководителями, набивают руку. И выявить лучших, и действительно стимулировать людей на рост дальнейший. Потому что есть к чему стремиться, есть куда стремиться. Это для людей, для сварщиков в частности, это и материально выгодно победить в том же конкурсе, даже в нашем. Третье место в профессиональном соревновании среди сварщиков занял Олег Малякин из управления материально-технического снабжения и комплектации. Второе – гениат Шафиков из управления аварийно-восстановительных работ. А лучшим электросварщиком «Газпром-добыча Ямбург-2022» стал Игорь Замятин, также представитель УАВР. «Эмоций, конечно, много. Было сложно. В то же время и легко, как бы знаешь, а победа неожиданная, если честно. Все участники достойные. Всем спасибо говорю». То, что на пьедестале почёта оказали сразу два представителя управления аварийно-восстановительных работ – не просто счастливое стечение обстоятельств. Именно этот филиал в «Газпром-добыче Ямбург» специализируется на выполнении текущего ремонта объектов газодобывающей инфраструктуры компании. Серьезный и большой опыт – хорошее конкурентное преимущество. И УАВР готов делиться им со всеми. «Обращайтесь, будем давать площадку для тренировок, договариваться с вашим руководством. Вплоть до того, что вас там освобождать к работе. Ну, чтобы по-серьезному было». Победитель конкурса Игорь Замятин выиграл не только главный приз, но и право представлять родное предприятие на конкурсе «Лучший сварщик ПАО «Газпром». Он пройдет в сентябре в Тамбове на базе общества «Газпром-Трансгаз Москва». Нелли Хайрудинова, Денис Курдаков, Ямбург. Антон Брызгин – один из победителей всероссийского конкурса «Инженер года». Работает в Новом Уренгое в службе информационно-управляющих систем. Про него расскажет работник службы по связям с общественностью и СМИ Алмаз Абдельманов. Служба ЮС Брызгин. Да, здравствуйте. То есть в раздел документов вы хотите добавить новую секцию? Знакомьтесь, это ведущий инженер-программист Антон Брызгин, образца 2022 года. «Газпром-Добыча Ямбург» работает с 2009-го. В 2021-м стал «Инженером года». Он победил в номинации «Аппаратно-программные средства обработки информации и роботозированные устройства». По итогам первого тура конкурса по версии профессиональной инженеры ему присвоено звание «Профессиональный инженер России». «Безусловно, я доволен своей победой. Всегда приятно, когда тебя по достоинству оценивают. Естественно, это гордость, это довольность, что я выбрал именно эту специальность. У меня в ней получаются положительные результаты». Антон Брызгин родился в Новом Уренгое, окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности промышленная электроника. В общество устроился по результатам ОКМС, открытого конкурса молодых специалистов. За 13 лет в компании добился отличных результатов. Он талантливый работник и активный рационализатор. Вместе с коллегами подал больше 10 раз предложений, в том числе с экономическим эффектом. «Все наши разработки идем в коллективе. Это общий наш труд. У нас есть разработчики баз данных, разработчики серверной части программного обеспечения, разработчики так называемого фронт-энда, то есть то, что видят пользователи. Все это вкупе дает какой-то результат в виде распредложений, патентов». Программисту необходимо постоянно развиваться, говорит Антон. Часто появляются обновления, рождаются языки программирования. «Необходимо быть в курсе последних тенденций в области IT. Благо для этого сегодня существует масса возможностей». «Это касается даже для профессиональных разработчиков, потому что информационные технологии развиваются постоянно, ежедневно. То есть, что у нас, казалось, было привычно месяц назад, то сейчас это уже ушло в прошлое, появились новые технологии. Нужно снова изучать их и пытаться идти в ногу со временем». В конкурсе «Инженер года» работники «Газпромдобычи Ямбург» участвуют с 2006 года. Наши коллеги ежегодно становятся его призерами и лауреатами. Сегодня на опытных и молодых инженеров возлагают большие надежды. Подобные награды – показатель того, что специалист состоялся и получил признание своей деятельности как со стороны коллектива, так и со стороны руководства. «В данном конкурсе принимают участие, конечно, специалисты, которые находятся на определенном, скажем так, ну не то чтобы контроле, но на определенной заметке, так как они являются активными. То есть, как я уже говорил, активность эта проявляется и в подаче распредложений, и в подаче патентов, ну и в другой деятельности. И, безусловно, конечно, когда приходит запрос от нас, от технического отдела, то руководители ориентируются непосредственно на тех специалистов, которые задействованы в этом процессе и которые, повторюсь, активно принимают в этом участие. Всероссийский конкурс «Инженер года» собрал более 70 тысяч участников из 63 регионов страны. Победители и лауреаты определяются по версиям профессиональной инженеры и инженерное искусство молодых. В состав жюри и экспертных комиссий вошли ведущие ученые, инженеры и специалисты различных отраслей народного хозяйства. Алмаз Авдельман, Дмитрий Шелохов, Владимир Осихин, Новый Рингой. К теме культуры. Эти 14 картин под стать весне. Яркие, эмоциональные и теплые. У автора Елены Беловой в момент написания было такое же настроение. С другим она не берется за краски, потому что живопись считает духовной пищей, которую надо принимать с добрыми мыслями. Интересно, что к духовной пище ее привела пища калорийная. В отпуске она зашла в кафе перекусить и вышла оттуда, насыщенная творческими идеями и планами. Далее Юлия Надрага расскажет подробности. Эти 14 картин под стать наступающей весне. Яркие, эмоциональные и теплые. У автора Елены Беловой в момент написания было такое же настроение. С другим она не берется за краски, потому что живопись считает духовной пищей, которую надо принимать с добрыми мыслями. Интересно, что к духовной пище ее привела пища калорийная. Однажды в отпуске она зашла в кафе перекусить, а вышла оттуда, насыщенная творческими идеями и планами. В питерском кафе в одном я увидела картину, она такая была яркая, бирюзовая, там море было и скала. Вот настолько она мне понравилась, прям зацепила. Я поняла, что я хочу рисовать, даже несмотря на то, что никогда не брала кисти и карандаши в руки. С тех пор жизнь ее заиграла новыми красками. Елена так увлеклась и живописью, что за короткое время самостоятельно изучила основы композиции, технику распределения цветов и движений кистью. В центре ее сюжетов природа, люди, обычные житейские моменты. По большей части это репродукции, известных картин, случайных фотографий в журналах или на витринах. Мне почему-то важно, чтобы мне нравились краски, цвета. Вот если цвет меня цепляет, если само движение красок, то, наверное, не принципиальный сам сюжет. Елена не стремится создать свой художественный стиль. Она пишет картины, как подсказывает скрытый талант и открытые уроки в интернете. Она прошла много мастер-классов от современных художников, изучила несколько техник рисования и для себя определила успех любой работы в прорисовывании деталей. Любимый материал – масло. Оно лучше всего подходит для воплощения идей. Я очень медленно рисую, а масло – это долго сохнущая краска. Поэтому мне с ней проще. Она вязкая, она более поддается. Я могу что-то убрать, что-то сверху дорисовать, разбавить. Мне, наверное, с ней интереснее. Когда-то Елена вдохновлялась работами известных художников на вернисажах. Сейчас ее собственные картины воодушевляют и дарят настроение коллегам. Для таких чувств необязательны торжественности масштабы. Главное – эстетическое удовольствие. Юлия Надрага, Кирилл Мамонов, Дмитрий Шолохов. Новый Уренбой. Еще несколько новостей компании в коротком обзоре. В «Газпром-добыче Ямбург» прошел второй инспекционный контроль системы менеджмента качества. Его задача – подтвердить соответствие требованиям стандарта в области добычи и подготовки к транспорту углеводородного сырья. Для проведения аудита сформировали экспертную группу органа по сертификации систем менеджмента. В течение недели аудиторы общались с сотрудниками подразделений на рабочих местах. Изучали документацию, оценивали компетентность персонала. Дистанционно связывались с филиалами из Ямбурга и Новозаполярного. В основном обсуждали вопросы функционирования СМК и совершенствования деятельности. Результаты проверки порадовали. Действие сертификата соответствия системы менеджмента качества общества подтверждено. Аудиторы отметили осведомленность персонала, знание терминологии, оперативное предоставление информации. И дали несколько советов. Первая рекомендация – это пересмотреть карты процессов СМК с учетом включения в них идентифицированных возможностей по процессам СМК. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это проведение обучения по требованиям СМК как стандарта ГОСТ РСО 2001-2015, так и требованиям документов СМК организации, вновь принятого персонала, в том числе руководства вашего общества. В Ямбург вернулся большой спорт. 15 марта после двухлетнего перерыва стартовала спартакиада ЯНГКМ. В течение трех месяцев команды подразделений общества «Газпромдобычи Ямбург», работающие на месторождении, будут соревноваться в 11 дисциплинах. Открыл традиционную спортивную эстафету – баскетбол. Игра хоть и зрелищная, но не самая популярная в вахтовом поселке. Три команды не смогли набрать игроков и упустили шанс заработать очки в этом виде спорта. Всего на участие в спартакиаде заявили семь команд. Газопромыслового управления, ОИВП, Инженерно-технического центра, ЕРЭУ, Управление автоматизацией, УМТС и КА и Газпромэнерго. Последняя представляет стороннюю организацию. Она будет выступать вне зачета. Баскетбольный турнир завершился победой сборной ГПУ. Второе место заняли спортсмены управления автоматизацией и метрологического обеспечения. А замкнула тройку лидеров команда Управления по эксплуатации вахтовых поселков. Мы рады, что вернулся большой спорт. Вы видите, сколько много зрителей, какие радостные, сосучились по общению. Все болеют, переживают с трещотками. У нас филиал УМТС пришел в трещотки, девочки написали плакаты. Эмоции, конечно, хорошие, заряжают. И мы ждем болельщиков на следующем виде спорта, который будет 31-й слабый гиревой спорт, а 1-й слабый дарс. И на заполярном месторождении в полной мере возобновилась спортивная жизнь. Любители поскользить по снегу с помощью палок вышли на массовый забег в рамках лыжни России. Соревновательный сезон короток. То морозы, то метели. Поэтому, если погода шепчет, пора на старт. Два десятка работников «Газпром-добыча Ямбург» устремились к финишу. Пять возрастных групп бежали в свое время и конкретную дистанцию. И в каждой был свой победитель. Вот их имена. Александр Анисимов, Юрий Чичков, Юрий Конев, Ирина Ситникова и Ульяна Батурина. До новых встреч на спортплощадках Новозаполярного. Это была последняя информация выпуска. Смотрите нас на каналах в YouTube и Routube. Подписывайтесь. Ссылка на экране. В студии работал Константин Портных. До новых встреч в эфире, конечно же, ЯТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова